женщина остановила эстер на парковке эстер была тогда одна без джерри и кстати сказать вселенная опять выбрала верное время чтобы организовать эту встречу потому что у джерри совсем другая реакция на попрошаек и женщина сказала у меня нет еды чтобы покормить детей и мы живем в машине и нет ли у вас лишних денег эстер сказала да она сунула руку в сумку и достала ей деньги и вручая встретилась глазами с ее ребенком прекрасные огромные глаза и ребенок был сам не свой в противоречиях и внутреннем конфликте эстер умея считывали людей поняла это как и то что женщина выдумывает это все чтобы добыть деньги и ребенок знал что мать выдумывает все чтобы добыть деньги и тут женщина сказала бог благословит тебя за это эстер сказала он уже благословил меня и благословляет каждый день поэтому у меня есть деньги он благословляет и вас тоже и может быть наша встреча это тоже благословение но я не думаю что деньги благословения я хочу чтобы вы знали что вы заслуживаете хорошей жизни и вы можете выяснить как наладить это все и вам не надо рассказывать такие истории чтобы получить что-то вы и так ее заслуживаете а потом эстер желая сгладить внутренний спор в ребенке сказала девочки у тебя очень хорошая мама она заботится о тебе и уже отъезжая на заметила что женщина расплакалась ей нужно было намного больше конечно чем эстер могла дать ей ей нужно было самое главное уверенность что она может справиться и фактически по-своему таким способом она уже делала что могла и как могла но жизнь должна складываться хорошо у каждого эстер подумала я надеюсь что ваша жизнь начала становиться лучше прямо с этого момента эстер очень хотелось этого и она спросила нас стала ли их жизнь лучше и мы сказали ей не сразу но новое сильное желание родилось в них это был совершенно новый опыт для обеих обычно ее или упрекали или осуждали или обвиняли или жалели и она живет в ощущении жалости к себе и ощущение отверженности и вот она встретила кого-то кто ясно и чисто без обвиняков ожидает от нее что она возьмет свою жизнь в руки и получит все что ее по праву все ее преимущества и эту же мысль мы предлагаем любому где бы вы не находились жизни неважно просите ли вы еду на парковке или не можете позволить себе mercedes неважно что вас отделяет целая пропасть от того что вы хотите процесс всегда один и тот же вы не можете ощущать себя в нищете и жить что-то иное если у вас сознание застряла заноза нищета 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 это отразится в реальности жизнь не может дать вам ничего другого но жизнь будет давать вам следующую возможность чтобы прояснить ваше желание чтобы стимулировать следующее желание из любой ситуации вы можете начать движение туда куда вам хочется вслед за своим желанием они наоборот шаг за шагом шаг за без квантовых скачков если бы эстер сказала женщине ты должна делать что-то другое со своими детьми это слишком большой прыжок слишком много требований или если бы она сказала есть другие способы изменить ситуацию это тоже слишком большой прыжок но то что женщина услышала когда эстер говорила с ее ребенком это всегда верно сказать ты хороший человек и ты можешь разрулить эту ситуацию да собственно ты и так это делаешь этот шаг мягче и он приведет туда куда нужно и она не разбогатеет вдруг однако она будет чувствовать себя обновленной она будет чувствовать себя по-другому эту ситуацию конечно создали они обе и закон привлечения всегда приносит вам встречи по тем вибрациям что вы предлагаете миру одному нужно дать предложить другому нужно взять востребовать эстер сказала ей да нам всем дается мы все видимы мы все должны найти свой способ принять все что вы чувствуете по поводу того что вы наблюдаете закон привлечения найдет способ доставить вам и нет смысла сравнивать что другие привлекают и что живут их комбинации вибрации это их дело и в сравнении легко потерять равновесие когда вы пытаетесь интегрировать что они привлекли в свое понимание вы вносите ненужный хаос своей вибрации все что вам нужно научиться делать это выравнивает себя со своим источником и идти в согласии с своими желаниями в одном направлении с ними вам нужно уметь выстроить по одной оси две свои точки привлечения источника и у вас физическом теле когда вы еще не родились и как только вы родились вы были очень сильным постоянным вибрирующим сигналом источника посмотрите на новорожденных это чистая позитивная энергия они еще знают они еще помнят кто они они уверены они знают свою ценность они ожидают что жизнь пойдет хорошо они энергии источника физическом теле полные жажды и хороших ожиданий это одна ваша точка привлечения потом вы начинаете акклиматизироваться адаптироваться под свои условия жизни социализироваться смотреть на жизнь смотреть по сторонам и вот тут возникает вторая точка относительности но важно помнить и о первой потому что источник всегда вам напомнит что жизнь вам нужна для расширения и радости и он напомнит вам что вы хороший что вы должны жить в благополучии помните и настраивайте себя на это из любых жизненных условий и ситуаций